Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях руководитель регионального исполнительного комитета Севастопольского штаба Народного фронта Лариса Вадимовна Мельник. Лариса Вадимовна, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, Лариса Вадимовна, для начала немножечко перенесемся из наших дней Немножко назад в историю. В 2014 году вы были членом инициативной группы, одним из инициаторов событий, которые произошли в Севастополе 23 февраля 2014 года. Расскажите о своих чувствах тогда, немножко воспоминания об этом дне, который уже стал историческим. Мы имеем в виду 23 февраля или грядущие 16 марта и 18 марта? С 23 февраля, да. Эмоции, которые мы переживали в тот день, я всегда сравниваю только с двумя событиями в своей жизни — это рождение двоих детей. Ни до того, ни после я подобных эмоций, честно говоря, не переживала, потому что это всё было настолько ярко, настолько город был в едином порыве, настолько люди были заряжены на достижение конкретных целей, правда, она тогда была у нас более скромной, в нашем понимании, не допустить войны в Севастополе, потому что Украина уже начала полыхать. А вот когда мы пришли на площадь, по мере проведения митинга, мы вдруг стали осознавать, что выход — это только один. Отчаливать надо от этого чудного государства, в котором никто не думает об истории, о традициях, о культуре, которые готовы продаться Европе, Америке, причём задёшево, и положить народ, жизнь людей, благополучие людей, просто бросить к ногам за долю малую. Мы не могли этого допустить. И как-то само по себе родилось решение уходить в Россию. Сейчас мы слышим разные версии происходящего. Десять лет прошло, знаете, хотя это очень малые сроки для людей, которые пытаются переписать уже десятилетние события, может быть, преувеличить значимость личную и так далее. Всё-таки хочется напомнить. Ребята, десять лет — это очень малый срок. Мы всё очень хорошо помним. Вызывают иронию высказывания некоторых людей и вызывают возмущение тоже. Потому что никогда я не думала, что так быстро начнут люди переделывать исторические дни и исторические события тогда, произошедшие 23 февраля. О том, что у нас была цель именно не допустить нацизм и фашизм в наш город, свидетельствуют лозунги, с которыми люди пришли на площадь. Вот мы их можем видеть, когда написано «нет фашизма», «фашизм не пройдёт» и так далее. Свидетельствуют песни, с которыми начинался этот митинг «Вставая сторона огромная». И эту песню мы пели на протяжении всего митинга несколько раз. То есть мы реально не задумывали в начале нашего конечного посыла. Но я ещё раз говорю, сложилось так, как сложилось, и мы приняли единственное правильное решение — Россию. Россия не очень была тоже готова к этому, потому что мы неожиданно это всё совершили. Я знаю, что сейчас некоторые пытаются там рассказать, что роль личности в истории незначительна, ничего подобного. Я говорила и говорю, роль личности в истории никто и никогда не отменял. И если бы не Алексей Михайлович Алый, я сейчас это говорю не потому, что я у вас в гостях, а просто потому, что есть объективная реальность. Не знаю, кто смог бы на себя тогда взять такую ответственность. Сегодня очень многие говорят, да ну ерунда, я бы тоже вышел. А что ж ты не вышел? Всегда отвечаю я им, вот таким доброхотом. Человек сделал очень мужественный шаг, рискуя лишиться всего. Для него главная цель была увезти свой дорогой Севастополь от этого пламени, в котором всё полыхало. Огромное спасибо президенту Российской Федерации, который нас услышал и нас поддержал. Кланяюсь всегда просто низко, потому что это был поступок настоящего мужчины, настоящего воина, настоящего защитника, настоящего президента, который отвечает за весь свой народ, где бы он ни находился. Поэтому, конечно, поддержка Владимира Владимировича Путина, всей Российской Федерации, она огромна. И без этой поддержки неизвестно, каким был бы исход. Это правда. Но хочу сказать, не потому что пальма первенства у нас нет, но потому что так получилось, что 23 февраля случилось, 23 февраля, а Крым поднялся 26-го. И хочу сказать, что первые попытки у них были там 24-го, и они не смогли ничего сделать. И 26-го февраля, может быть, кто-то не знает, а кто-то, может быть, не хочет помнить. Для того, чтобы помочь крымчанам, мы отправили 8 автобусов 50 местных наших активистов. Кроме того, люди ехали еще своим транспортом, люди ехали электричками. В общем, более тысячи человек наших, севастопольских, туда приехало для того, чтобы помочь крымчанам провести митинг, аналогичный нашему. Поэтому, конечно, все равно, так же, как история христианства, вернее, православия, так же, как история вообще России, вот она начиналась здесь, вот так случилось, собственно, и в феврале 2014 года. Все равно севастопольцы остались верны себе и показали вот этот пример. «Я восхищаюсь мужеством наших земляков». Понимаете, настолько было единомыслие необыкновенным в тот момент, что помирились даже заклятые друзья, которые лет по пять не здоровались. Мы видели это на протяжении всей русской весны, когда каждый вечер собирались около сцены, мы просто наблюдали, вот и глаза лезли на лоб, потому что мы знали, что люди в обычной жизни не здоровались. А там они помирились, потому что была единая цель – уйти в Россию. Вот такая история. Поэтому все было очень эмоционально, но при этом деле очень выверенно. И еще раз говорю, я восхищена всеми, кто был участниками тех событий. Ну и в 2014 году и после этого вы продолжили свою работу на благо родного Севастополя, на благо наших горожан, уже в Народном фронте. Насколько я знаю, вы там с самого начала. Расскажите немножко о начале работы и, может быть, о том, какие задачи ставились вот тогда перед Народным фронтом и каковы они сейчас. Значит, становление Народного фронта у нас произошло очень быстро. Стали приезжать тогда представители партий ведущих, которые парламентских, да, принято говорить, и непарламентских тоже. Ну как-то к партиям относились настороженно. После того, как партия регионов фактически слила всех, мы стали очень настороженно, доверяя им и получившие такой непонятный результат. Я осторожничала партию. Пока вот я видела для себя, что да, это может быть Единая Россия, но все же. Но вот приехали представители Народного фронта. И я помню, я была в приемной, что-то там решала, я не помню, по поводу какого-то вечернего мероприятия, очередного на площади Нахимова. Вышел Сережа Кожанов и говорит, пойдешь со мной в Народный фронт? Я сказала, да. Потому что до этого времени я прочитала, что есть вот такая структура, лидером которой является президент Российской Федерации. Это, кстати, я еще раз, еще и еще раз обращаю внимание. Единственное общественное движение, общественное объединение, которое возглавляет, не возглавляет, вернее, а лидером, которое является президент страны Владимир Владимирович Путин, это Народный фронт. Было, есть и будет. Это его детище, так скажем. И я, да, не раздумывая, Сережа сказала. И мы вот тогда уже готовили, в апреле первая конференция состоялась, учредительная. Вот туда вошли очень многие активисты «Русской весны», очень многие общественники, которых знал город. Это было у нас, я не помню, по-моему, 32 человека, что ли, соучредителей. По-разному потом сложилась судьба. Кто-то не хотел понимать, что слово «фронт» — это прежде всего дисциплина. Вот живем по фронтовым законам. Есть устав, от которого отклоняться нельзя. Есть принципы, по которым движется это общественное формирование, и от них тоже отходить нельзя. Кому-то это не понравилось, кто-то любил вот эту вот бесшабашность, там, значит, такие баррикадные моменты, но мы понимаем, что фронт — это еще жесткая дисциплина. Поэтому, нет, мы не могли себе этого позволить, вот такой роскоши, поэтому с некоторыми товарищами пришлось попрощаться. Причем мы там не говорили им уходить, они как-то отплыли сами. Ну, нет вопросов. Это выбор каждого. Мы же оставались. И если говорить обо мне, то я вошла в штаб региональный еще в 2014 году, и была вот все это время до 2017 года, когда Сергей Кожанов принял решение о переходе на другую работу и просто, ну, что называется, передал, да, дал мне лучшие рекомендации туда. Ну, собственно, к тому моменту у нас уже было очень много ярких таких событий, которые мы решали. И, в принципе, мы уже были известны. Севастопольский исполком был известен в Москве, поэтому не было никаких препятствий. И вообще, я хочу сказать, что тогдашнее руководство Народного фронта, да и сейчас тоже, они приветствуют, в принципе, инициативы с мест. У нас нет такого какого-то, знаете, жесткого навязывания каких-то кандидатур из-за меня или нет. Это у нас, в этом плане у нас очень благоприятная обстановка. Вот. Но трудности в чем были? Что, по сути, исполком маленьких четыре человека, он должен организовать работу большого количества общественников, которые, волонтеров, общественников, которые не всегда понимают, что это, опять же, очень жесткие рамки. Когда люди к нам приходят и говорят, мы хотим вступить в Народный фронт. Я сразу объясняю, нет вопросов. Заходим на сайт, изучаем то, чем дышит Народный фронт, выбираем себе какой-то профиль, который ближе вам по духу, но помним, что есть дисциплина вот такая, такая, такая и такая. Потому что, раз мы являемся организацией президента, мы не можем себе допустить никаких вольностей. Мы не можем сказать ни единого слова, которое могли бы человека где-то очернить, где-то там подставить, как модно говорить и так далее. То есть мы должны работать прежде всего на репутацию нашего лидера, потом уже на все остальное. Вот. Задачи ставились тогда такие. Создавался, собственно, для чего Народный фронт? И в своем обращении последнем, 29 февраля, Владимир Владимирович Путин, он как раз-таки такую отсылочку сделал на то. Создавался Народный фронт для того, чтобы проводить мониторинг выполнения майских указов президента. Затем функции расширились, появились же и другие документы, не менее значимые. А потом мы уже реализовывали такой проект, как за честные закупки, потому что президент сказал, что необходимо бороться с нездоровым влечением к роскоши, которая у некоторых чиновников появилась в стране. И, собственно, занимались вот этим. Когда стал возглавлять внутреннюю политику в администрации президента Сергей Владимирович Кириенко, я очень хорошо помню этот первый ВКС, на котором он сказал, знаете, критиковать очень хорошо, а теперь вы вместе с критикой будете предлагать свои пути решения вот этих проблем. Вы будете вместе с исполнительной властью это делать, потому что переходим к конструктиву. Да, как бы баррикадное время заканчивается, нужно строить. Вот конструктив. И поэтому немножко стало сложнее. Мы же привыкли к той риторике. А, все плохие пошли шашкой, махнули везде, вылили и так далее. А здесь пришлось уже как-то свое вот это гонор, так сказать, увязывать, становиться может быть чуть больше политиками, чем общественниками даже, потому что нужно искать пути решения вопроса, нужны конструктивы. В киданиях камнями редко будет полезное зерно, а тут пришлось нам это все делать. В общем, все пришлось перестроить. Я вот о чем. и на сегодняшний момент, ну, наверное, это оказалось правильным, знаете, почему? Потому что нам подкинула же история таких два вызова сумасшедших, как эпидемия ковида и вот сейчас СВО. И если бы мы продолжали бросаться булыжниками в обе стороны, ну, как бы мы бы не решили тех задач, которые мы решали. Я абсолютно не покривлю душой и думаю, что меня бы поддержал любой представитель исполнительной власти, если бы был в студии. Общероссийский народный фронт внес огромный вклад в победу над ковидом. Начиная от волонтерства, от того, что именно Общероссийский народный фронт и организация волонтеры-медики явились начинателями и учредителями такого важного волонтерского движения, как мы вместе. по всей стране. И это движение, вы знаете, делали, ну, какие мощные и хорошие важные программы тогда были осуществлены и сколько людей получило помощь благодаря этим волонтерам. Это не счастье. Кроме того, были различные участия именно врачей наших, которые входили в центральный штаб или в региональные штабы, которые отрабатывали очень хорошо. То есть ковид это все показал. Ну и когда уже случилось СВО, то вот эти два года мы четко направлены исключительно на реализацию программы «Все для победы». Лариса Вадимовна, вот в рамках этой программы «Все для победы» что удалось сделать за эти два года? Ой, очень много. Причем я бы все-таки остановилась и на общих достижениях, и на достижениях нашего регионального отделения, которое вот как раз сейчас мы видим. Значит, если мы говорим о реализации проекта «Все для победы» на федеральном уровне, это десятки сборов, которые провели люди по всей Российской Федерации, это миллиарды денег, которые были собраны за эти два года, и которые все были потрачены исключительно на улучшение материально-технической базы вооруженных сил. Делались эти сборы различные, локальные, то для ВДВ, то для танкистов, подразделений, которые занимаются беспилотниками, очень много целенаправленных таких. Мы, конечно, каждый РИК определил себе шефство над воинскими частями, которые дислоцируются на территории своих регионов, это логично. Поэтому, если раньше был общий счет «Все для победы», на который деньги стекали со всей страны, то потом нам разделили и сделали региональные счета, так, все для победы 92, то есть есть федеральный, вы можете туда перечислять, а есть вот счет вашего региона, он тоже находится в Москве, и когда собирается какая-то определенная сумма, то дорогостой лучше покупать с такого счета, потому что собрать миллионы здесь сложно, там они собираются быстрее, в масштабах всей страны, и тогда это позволяет конечно ребятам закупать дорогостоящие товары и товары двойного назначения и специального назначения, что мы в общем-то говоря и делаем, но и здесь не только же в сборе денег заключается наша активность, люди, которые к нам привыкли во время работы по ковиду, они предпочитают с нами работать и дальше по реализации вот этого проекта «Все для победы», и нам вот в наш штаб чего только жители Севастополя не приносят и носки вяжут. Вот, например, у нас вообще есть такой интересный симпиоз, есть у нас женщина одна, у которой много шерсти, ну так получилось у нее, а ручки болят, она не может вязать, вот она нам ее прям партиями приносит, а есть женщины, которые вяжут, и вот они вяжут балаклавы на зиму, шапочки, подшлемники, вяжут шерстяные носки, вяжут вот это, как любят в армии говорить, вшивнички, вот такие майки шерстяные, которые надеваются под форму, это очень утепляет потом ребят, потому что ребята даже сейчас, когда они вот в степях, допустим, херсонское направление, вода со всех сторон, там Днепр, здесь море, и ночью еще очень холодно, вот с этой влажностью им вот такие вещи, они просто необходимы, несут мед, пасечники, несут, женщины-прихожанки храмов варят варенье полезные, потому что ребятам нужны витамины, совершенно недавно, просто вот до слезы, нам принесли, принес дедушка, значит, в такие коробочки разовые положил семечек, он их почистил и пожарил эти зернышки, три килограмма вот таких вот семечек, мы буквально завтра передаем большой груз ребятам на херсонское направление, там помимо очень нужных для них вещей, которые они заказывали нам, мы сейчас работаем по целевым заказам ребят, вот они заказывают, и мы стараемся выполнить все, что они просят, потому что им там виднее, что нужно, понимаете, вот даже эти семечки туда поедут, потому что помимо, еще раз говорю, товаров двойного назначения, такие вещи тоже хороши, и сладости, и даже есть, вот мама с дочкой пришли, принесли шикарные поделки году дракона, вот эти дракончики, они их вывезли, там штучек 15 таких, детки пишут письма по-прежнему и так далее, то есть у нас очень много таких хороших вещей, есть меценаты наши, среди наших экспертов, сейчас у нас новые сопредседатели, которые тоже очень активно участвуют и материально, и морально, и как угодно в том, чтобы ребятам на передовую передавать максимально полезных вещей, и поэтому я сейчас хочу вот полезть в листочки, потому что цифры, а за цифры нужно отвечать, я всегда говорю, поэтому я сейчас все-таки скажу. Так, значит, по нашим призывам, так сказать, жители Севастополя перечислили около десятка миллионов рублей на вот тот счет, о котором я говорила, только за последний год мы смогли приобрести и доставить севастопольским подразделениям 8 беспилотников, значит, 20, я не буду даже, ладно, по цифрам, значит, несколько десятков коллиматорных прицелов, также пламя-гасителей, более 2,5 тонн горюче-смазочных материалов, стрелковые наушники несколько десятков, также тепловизоров, 30 единиц средств связи и компьютерной техники, каски, тактические рюкзаки, аптечки, военные формы на несколько миллионов рублей. Мы передали около 40 тонн строительных материалов, они нужны тоже для строительства блиндажей и каких-то оборонительных сооружений, тонну бытовых предметов, всякие пасты, щеточки, вот кажется, ну такая мелочь, она же тоже нужна, там, чем посуду помыть или еще чего-то, то есть это все нужно. Очень отрадно, что, а, ну, лекарства, понятно, и при фронтовым госпиталям, и для медицинской роты, ну, это очень, очень много можно перечислять, я хочу сказать, что за это время, за время СВО спасибо нужно говорить не только людям, но и целым коллективам. Вот для нас, например, с потрясающей стороны открылась наша городская налоговая. Вы знаете, вот просто это люди настолько неравнодушные, они так активно участвуют в помощи фронту, для нас вот просто перехватывает горло. Правда, вот любой наш призыв, и они прям вот сразу же реагируют. Очень хорошо, очень хорошо работаем с нашим казначейством, ну, у них финансовая помощь очень большая, они порядка 800 тысяч рублей перечислили за прошлый год денег. Вот, очень приятно работать с управлением юстиции городским, с нашими ЗАГСами, интернат для пожилых людей, детский дом, ну, казалось бы, небольшие же зарплаты, но вот люди собирают и звонят нам, спрашивают, что нужно, и мы там говорим, например, 100 термоодеял, и они берут, закупают, и вот нам приносят, то есть все уже перешли на вот такую адресную помощь, для того, чтобы она была наиболее эффективной. Вот, это то, что мы вот постоянно с этими людьми сотрудничаем. Бизнес, приятно, что стал работать и бизнес, как-то они первый год по-разному относились, но были, конечно, у нас наши друзья, которые с первых дней вместе с нами, это прежде всего о Биопартнер, это о Донбасс, вот, низкий поклон ребятам, вот, например, вы знаете, что нам передал город машины Укрпочты, ну, и они не в не очень таком чудесном состоянии, если взять, но все же, и, значит, вот, именно активисты этого УОО Донбасса, они восстанавливают нам эти машины, и вот, мы передали на фронт четыре машины, сейчас на восстановлении три, две из них уже готовы, и вот завтра одну забирают, и послезавтра вторую, то есть, мы постоянно на фронт стараемся передать вот такие, такую помощь. как я понимаю, вот эти активные люди, которые с вами постоянно взаимодействуют, помогают, стали лауреатами племии, вот команда Путина, которая недавно была у нас в Севастополе. да, 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 вот есть такое, знаете, еще направление, о котором хотелось бы сказать, это Кулибин-клуб, созданное направление в Народном фронте, оно не так давно, но это вот люди, которые хорошо умственным трудом работают, они создают различные изобретения, приспособления, модернизируют то, что есть, для того, чтобы лучше и лучше было нашим бойцам. Ну вот, например, у нас, значит, антидроновое ружье, которое создано группой инженеров, и благодаря усилиям нашего мецената, сегодня он уже сопредседатель, Максима Нестеренко, стало возможно производство этого ружья, чем оно ценно. Ну, во-первых, оно по некоторым показателям опережает, вернее, гораздо лучше, чем китайские аналоги, во-вторых, оно наполовину уже состоит из российских деталей, а ученые, которые работают у нас в Севастополе, обещают, что вот в этом году уже полностью откажемся от импортных деталей, и это просто здорово, потому что уходить под влияние других стран нужно все-таки. Вот, это то, что касается еще, вот таких антидроновых ружей уже десяток передан на фронт. Медицина. Ну, это, вы знаете, моя тема, и я очень люблю это. Бывших врачей не бывает, говорят, хоть я и давно попрощалась, но медицина не отпускают. Значит, хочу сказать, что очень горжусь нашими севастопольскими медиками. В 22-м году, вы знаете, еще раз просто к этому возвращаюсь, выезды на фронт или в прифронтовую зону, или на освобожденные территории, они были единичными, вот врачи ехали, там депутаты Госдумы какие-то, из правительства тоже ездили единичными такими командировками туда. Почему я на наших врачах останавливаюсь? Потому что вот этот первый десант, Старобельский район, который мы совершили в июне 22-го года, это были доктора наши, севастопольские, которые взяли отпуска, и в счет своих отпусков, то есть совершенно безвозмездно ездили туда, мы там провели две недели, и Старобельск, Рубежное, Северодонецк, мы с людьми из подвалов, так сказать, работали, и Северодонецк и вообще город еще на одной окраине, его только начали освобождать, еще в середине города и на другой окраине еще полыхало все, наши ребята уже были там, и много хорошего очень сделали, и я горжусь просто докторами нашими. Прекрасный наш эксперт Саша Бабич, доктор медицинских наук, он у вас тоже был в гостях, ну что вам сказать, шесть выездов на линию боевого соприкосновения и операции практически там же на ЛБС, это уникальные вообще ребята, которые также совершенно безвозмездно ездят и помогают луганским докторам, но так сложилось, когда они больше с луганскими уже работают, и поэтому их не бросают, и вы же знаете, что они изобрели такую новую методику консервирования конечностей, которая позволяет спасти конечности от ампутаций, и у них уже есть неплохие результаты, и чем мы гордимся, учитывая то, как мы постоянно об этом говорили, и руководство народного фронта тоже содействовало, и на форуме недавнем в Туле, который прошел, вот был замечен наш Саша со своими соратниками, главным хирургом этого, главного медуправления Министерства обороны России, и они сейчас будут участвовать в продвижении и улучшении вот этой самой программы консервации конечностей, то есть это огромный рыбок, и я надеюсь, что это принесет огромную пользу, и ребята скажут спасибо в дальнейшем. И таким образом я хотела бы сказать, что за вот эти два года мы собрали и передали на фронт 86 тонн на сумму более 20 миллионов рублей. Мы осуществили 36 выездов в зону проведения СВО. И кроме того, по просьбе руководства Херсонской области мы осуществляли гуманитарную поддержку жителям Херсонской области, когда взорвали Каховскую ГЭС. Это было очень трудное время, но мы быстро среагировали. И вот недавно они нам звонили, что мы им тогда такую хорошую гуманитарку привезли, что вот они только недавно закончили некоторыми позициями так сказать пользоваться. Это очень хорошо. Поэтому мы ребят своих не оставляем ни на минуту и всегда готовы им прийти на помощь. Очень отрадно к нам в этом году тоже в подшехные попала морская пехота не только наше подразделение, но и Северного флота, потому что они приехали и сейчас вместе с нашими же ребятами на Херсонском направлении осуществляют необходимые действия. И Мурманск далеко, а мы здесь рядышком. Поэтому по каким-то позициям мы очень с ними сотрудничаем и они прям благодарны, а нам от этого тоже очень приятно. Я хочу сказать, что люди, которые участвуют в этой работе, это люди совершенно разных профессий, разных увлечений, разных взглядов может быть даже на жизнь, но есть несомненно взгляд один. Это помощь нашим бойцам. Это наше ключевое на сегодняшний момент. Мы не оставляем и основные наши, основную нашу работу. Мы по-прежнему проводим мониторинги, мы по-прежнему отрабатываем обращения, которые пришли на прямую линию президента. Кстати, это очень большой пласт работы. И многие вопросы тяжелые мы поднимаем. Мы сейчас, это же начало в этом году. И сейчас мы просто большим количеством запросов у нас идут в прокуратуру и в следственный комитет. К сожалению, приходится реагировать и таким образом тоже. Потому что без силовиков иные вопросы не сдвинем просто с места, а защищать людей надо, раз они обратились с такими проблемами. Но я хочу сказать, что и с исполнительной властью у нас выстроен очень хороший диалог. Вот вчера мы встречались с членом центрального штаба нашего народного фронта, губернатором города Михаил Владимировичем Разважаемым. И такие встречи у нас регулярны. И только за вчерашнюю встречу мы смогли с ним решить шесть обращений граждан, которые поступили к нам в избирательный штаб. Вот на прием я сразу же пришла и вот тут же, что называется по горящим следам, Михаил Владимирович звонит, поручение дает, сегодня уже не отзванивается. То есть работа у нас есть. Возвращаясь к тому, что люди ждут от нас хайпа. Нет. У нас есть четкая позиция. СВО, ребята, не ждите от нас хайпа. Мы знаем, насколько внимательно и пристально за нами следят те товарищи из Перекопа и радовать ЦПСО какими-то конфликтными ситуациями. Мы считаем это преступно и это великое и ярчайшее проявление нелюбви к своей стране и к своему народу. Этой радости мы никому не позволим. Мы проводим очень жесткую работу, вот поверьте. И вопросы, я еще раз говорю, решаются, и они не всегда приятны. И на нас обижаются некоторые товарищи, тем не менее мы ее ведем. Но вот потому, что у нас такая позиция. Нет, красные темы пока для нас в публичном смысле невозможны, потому что вот идет СВО. закончим, поверьте, вы увидите тот народный фронт, который был. А сейчас пока что так. Спасибо, Лариса Вадимовна, спасибо вам и вашим соратникам за ту огромную работу, которую вы ведете. Спасибо вам. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была руководитель регионального исполнительного комитета Севастопольского штаба народного фронта Лариса Вадимовна Мельник. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok